Первое заседание недавно созданного комитета по вопросам собственности городской думы началось с избрания его председателя. На вакантное место депутаты Юрия Зайцев, Айвера Брок, Владимир Борисенок, Петрис Дзалба отсутствовал, выдвинули кандидатуру своего коллеги Алексея Николаева, которую единогласно утвердили и приступили затем к рассмотрению заявленных вопросов. Один из них касается безвозмездной передачи самоуправлению Латвии с Хипотеконземесбанка 12 земельных участков, на которых сегодня находятся объекты недвижимости, владельцы которых во времена действия закона приватизации государственного муниципального имущества не посчитали нужным за сертификаты выкупать землю под своей недвижимой собственностью. По данному вопросу народные избранники вынесли положительное решение, и таким образом земельные владения городской думы увеличились еще на более чем 8 тысяч квадратных метров. Рассмотрение второго вопроса тоже много времени не заняло. Речь шла о еще не сданном эксплуатации в частном жилом доме, расположенном на улице Лепаэс. Мы получили предложение от администратора, неплатежеспособного физического лица, предложение оставить себе за достаточно большую сумму денег. Самоуправление имеет право перенимать и оставить себе любое имущество, недвижимость которой необходимо для исполнения функций самоуправления, которые оговорены в законе о самоуправлениях. С одной стороны, предложение заманчиво, но в данном случае больше минусов, нежели плюсов. Ипотечный кредит по данной недвижимости еще не погашен, цена тоже не маленькая, а с учетом перепланировки, которую необходимо будет сделать при создании в нем нескольких муниципальных квартир, расходы вырастут в геометрической прогрессии. Цена, конечно, 40 тысяч – это тоже большая сумма денег. Может быть, имущество, оно и стоит больше на рынке недвижимости, но для самоуправления, которое его оставило бы себе, необходимо было туда вложить еще достаточно большую сумму денег. Так что на сегодняшний день данное предложение пока является невыгодным. Поэтому большинством голосов депутат Борисенок воздержался. От данного предложения было решено отказаться. Продолжение следует...